Вы меня хорошо слышите? Я вас слышу. А вы меня? Да, я тоже. Здесь параллельно звук записывается на диктофон, чтобы качество было. И еще телефон. Вот у меня микрофон здесь. На телефон, чтобы другой вид был, более сбоку, чтобы ваши могли монтировать потом. Я сейчас включаю еще и запись. В общем, у нас тройная запись. Да, вас не проведешь. Я вас буду называть Мухтар. Хорошо, я не люблю отчество, это советизм. Я всегда так и живу по имени. Начинаем? Давайте, Мухтар, поговорим о вас. Ваша личность, она, в общем-то, интересна, как бы то ни было. Я смотрю даже в нашем репортаже, вот этот ваш диалог с Султаном Назарбаевым, это в конце 90-х, 98-й год, да, когда вы были министром. И вы такой, что-то критикуете, говорите, ну, извините, что я критикую. И такой, вы вот довольны, вы боец по своей натуре. Я извинения прошу, потому что у него день рождения был в тот день, только из-за этого. Вам нравится вот это состояние войны. Но скажите, тем не менее, у вас нет сейчас усталости и, в общем-то, от всего того, в чем вы живете. Это же уже как образ жизни. Вот вы даже с нами, например, встретиться, да, я, причем, это сказала еще, у нас не было даже возможности финансовой, да, но я говорю, слушай, я спросила, вдруг он согласится, и мы запишем живое интервью, и как-то я, мы найдем возможность, там, и визу получить, и быстро дорожные расходы, да, может, найдем каких-то спонсоров. Может быть, даже вы простансируете, а вы сразу сказали, что, кстати, вот это о том, как вы обвиняете, вы сказали, что это все режим без отмашки властей. Мы бы такое вам не предложили, вот я вам сейчас клянусь, я даже не понимаю, как это должна быть отмашка. Я должна позвонить куда-то и сказать, а можно я поеду и спрошу у мусора Млязова, там, дадам ему вопрос и возьму интервью. Понимаете, у нас, если происходит взаимодействие, оно потом, пост, нам прилетает в виде блокировки, в виде каких-то, через десятые, кстати, руки, звонков, через каких-то там их друзей, знакомых. Так, давайте еще раз, я сейчас вам запись, вы, пожалуйста, тоже. Давайте я перескажу свое ответ. Мухтар, давайте о вас... Вот даже вот весь наш сегодняшний разговор, да, и начиная там в двухтысячных, вся ваша жизнь – это такая борьба. Но особенно вот эта ваша фаза уже за границей, да, и даже я представляю, как вы живете, в каких условиях хотя бы по тому факту, что когда мы к вам обратились, сначала вели вот переговоры о интервью в Zoom, а потом я просто попросила редактора, говорю, а спроси, а вдруг мы сможем записать в живую интервью. Я это еще не имея представления о том, что будет у нас такая возможность или нет, на всякий случай, говорю, спроси. А потом вдруг, если бы вы согласились, вдруг бы мы нашли спонсора, а вдруг бы вы даже сами, да, проспонсировали, ну, чтобы мы записали у вас интервью, и вы сказали, что без отмашки власти это невозможно. Видите, к вопросу о том, кого вы обвиняете. Вы же даже нас, вот мы берем у вас интервью, мы у вас спросим, а вы уже нас обвиняете. Вы без отмашки власти, это такие вот маневры, все это провокация. Хотя я даже, я не представляю, как должна быть эта отмашка власти. Что вы считаете? И там я звоню такая в приемную АП и говорю, можно мне взять интервью? Обычно мое взаимодействие с властью, оно происходит пост. То есть если мы что-то делаем не так, забегаем за какую-то там условную линию, которую мы не знаем, нам прилетает, нас блокирует, да. Но вы нас подозреваете. Вы не встречаетесь с журналистами, с операторами, которых вы не знаете. Это в принципе жизнь в условиях, ну как вот люди прячутся от наркомафии, да. Люди прячутся, живут в условиях, когда на них заказное убийство, да, их заказали. Это же ужасная жизнь, это очень тяжелые условия. Да, вы мне, кстати, задали вопрос, и жалели, и так далее. Ну и плюс там по поводу сотрудничества с властью, да. Ну, предыдущий вопрос был, все в копии. У нас позвонок оборвалось, да. Смотрите, что касается сотрудничества, я думаю, вы сказал, что эта власть, они меня не видят ни в каком формате, они воспринимают меня как врага. Если бы они были настроены по-другому, ну для этого нужно там отменить силу головы дела и все прочее, всякие сигналы подать, что мы сейчас исправим ошибку, которую сделал султан Назарбаев. Этого нет. Второе, жалею или нет. Почему, как вы думаете? Вы очень, потому что может быть трудный человек, может быть, власть просто думает, о боже, мы сейчас к тебе-то в головнях. Правосудие, она же не бывает трудный человек, правша или левша. Правосудие, она есть или нет. Вот как в случае с Назарбаевым. Одних, что называется, на пожизненный и подоткус, ни за что вот людей, как в Шикене сейчас, а другие начинаем рассуждать. А вот он, знаете, да, украл миллиарды, все говорят, что он украл миллиарды. Ну, блин, он же столицу построил. Это не правосудие. Правосудие из законодательства. Нарушил такой-то закон. Ну, мы знаем, что его у нас сейчас нет. Мы знаем, что есть политическая целесообразность в этом случае. Ну, а что вы? Вы-то говорите, как будто... Вы недавно мне сказали по партии. Вот партии создаются, можно там, все дела. А сейчас сами же говорить, нет у нас правосудия. Нет законов. Правосудия нет. То есть у нас идет степ-вай-степ, а с судом, я думаю, что есть намерение сделать что-то. Ну, а как это в один момент сделать? Ну, мы опять не про вас, видите. Как в один момент поменять суд? Суд, что ли? Изменить вот все. Вы знаете, у нас... Давайте я сначала на ваши вопросы... Коррупции подвержены все. Это очень просто все. Очень просто. К сожалению... В один день всех уволят судьи? А где взять ногу? Нет, смотри, давайте я сейчас последовательно отвечу на ваш вопрос сначала. То есть по нынешнему руководству страны все понятно. И не потому, что я трудный человек. Потому что они боятся потерять свою позицию. Потому что та модель управления страной, демократия и все прочее, приведет к тому, что они сами уйдут под откос, потеряют позицию, должности, а они за него держатся. Потому что эта власть им дает незаконные возможности обогащения. И Атукаев меня очень хорошо знает. Мы с ним личные враги. С момента, как стали работать в правительстве. Когда он сдавал наш суверенитет, когда ползал перед россиянами, я даже по раме не купил. Нас просто предают. Тогда же скандал был большой. Когда хотели там долги какие-то закрыть, несуществующие и так далее. Вот я с ним сначала был в дружеских отношениях. Мы с ним насмерть поругались. И когда он делал известные заявления по поводу каких-то сюрпризов, ну я-то знаю, что он из себя ничего не представляет и не может такие заявления сделать. Он после этого заявления, мы же сидим все вместе, у Раджандос, там другие эти, там нас много, у Донжанджа, Кианов, все вместе сидим в Астане. И все это показывает. Ну и я выхожу, мне звонит Касунжанат. Слушай, встретиться хотел бы. Я говорю, я занят Касунжанат. А когда освободишься? Я говорю, для тебя никогда. Это был как раз вторник, тот день, по-моему, 20 ноября 2001 года. А потом же меня Назарбаев себе приглашает и начинает мне там говорить, вот генеральный прокурор, вот там. Я говорю, слушайте, ну что вы мне, мне зачем эти вещи рассказываете? Касунжанат же, это вы ему там... Мы сейчас возвращаемся опять. Нет, нет, нет. Я сейчас вот это вам скажу. Про вас сейчас. Он прям подтвердил, что да, это он ему сказал, сделал. Так вот, исходя из этого, еще недавно, ну как несколько лет назад, был опубликован разговор Нурсултана Назарбаева с Тукаевым. Эмейл, перехваченный между сыном Тимуром и самим Касунжанатом, где он описывал, что он сказал, зря вы его выпустили из тюрьмы, Бухтара Блязова. Я же вам говорил. Вот. Это он в бане с ним обсуждал, и это имейл мы опубликовали все это. Мы получили доступ и опубликовали. Я для чего это говорю? Что Касунжанат меня воспринимает как личного врага, которым, ну вот как он говорит Назарбаев, зря вы его из тюрьмы выпустили. Дальше. Теперь смотрите. Что касается... Я же намного над этим думал. Жалею или нет? От этого не зависит. Жалею, не жалею. Я делаю те поступки, которые мне мой организм выдвигает. Вот есть же художники, вот вы журналист, вас может кто-то спросить, а почему вы не бизнесмен и не хирург? Ну, вот вы так устроены. Ваши способности и все прочее выстроены так, чтобы какие бы круги вы ни делали, вы получаете наибольшее удовлетворение, занимаясь тем, что вам нравится. И вы по-другому, если будете что-то делать, вы и не реализуетесь, или вообще вы будете другим человеком. Я мог бы, наверное, гипотетически стать такими, как Агни, но я не мог, потому что я по природе другой. Почему я проработал в правительстве всего полтора года? У меня там все время шли конфликты, они все время пытались что-то украсть, вывести, и что я должен был это подписать. Я все это блокировал. Азербайев давал поручение, я говорю, нет, у вас будет другой министр подписывать, я не буду подписывать. Понимаете? Я мог бы это сделать, но стал бы я таким же, наверное, как его ближайшим сподвижникам. Все равно наступил момент, меня бы так же, как Карима, посадили бы, обвинили бы в коррупции и так далее. Понимаете? И более того, еще не факт, что я бы дожил бы до этого момента. Почему? Потому что, когда ты живешь в противоречии своим внутренним яд, ты и испиваешься, или становишься, не знаю, каким-то ненормальным, психически больным, теряешь здоровье, болеешь раком и так далее. Я, в принципе, сейчас здоровый человек. И в тюрьмах сидел, и пытки прошел, и гигантские потрясения. Я здоровый человек, потому что я со своим я не воюю. Я делаю то, что для меня, естественно, мое состояние. Понимаете? Я пытался, но потом это меня ело. Я вот недавно выставил пост, рассказывал. Я смотрел, и думаю, так, второй дьявол во мне вырос. Нет, потому что это дьявол. Они ходят в костюмах, в галстучках, улыбаются, очень добрые. И у тебя, если ты имеешь личные какие-то отношения дружеские, вполне там все хорошо. Но эти люди негодяи. Они могут в один день сказать расстреливать людей. Они могут пытать людей. Я не могу это делать. И это у меня вызывает отвращение. Это меня ломает. Это меня не дает жить, спать. Я прожил, почему я ушел в отставку? Потому что я последние полгода несколько раз подавал в отставку. Я не мог. У меня все время протест, отвращение. Я болел. У меня уколы делали, спазмы желудка. Я все это видел, меня это разрушало. Я потом, в конце концов, сказал, не, я должен уйти. Я не могу здесь жить. Понимаете? Поэтому все эти годы, как мне трудно не было, мне было очень трудно. И то, что на поверхности семью украли с детьми, это вы, как мать, должны же понимать, когда вашего ребенка с женой крадут, что человек испытывает. Я все это прошел в гигантских масштабах. И в тюрьмах, и в пытках. Все. На моих глазах людей убивали, травили, унижали. Вы представляете, сколько во мне накопилось всего этого. Но я никогда не мог пойти назад, потому что это разрушило меня как личность. Я бы давно бы умер. лучше я буду такой, какой есть. Понимаете? Зато я не... Такой, какой вы есть, я в этом даже не сомневаюсь, но вы сами только что сказали о природе человека, о моей природе, о вашей. И тут это как раз понимание уже такое вот не политическое, ситуативное, а даже где-то философское. У каждого из нас своя роль. И вот вы тех людей называете дьяволами, в костюмах. А вам не приходило в голову, что вы выполняете свою миссию, они выполняют свою миссию. Если бы все они были как вы, все было бы разрушено вообще как ураган, и я не знаю, может быть, Кавахтан был бы как Сомали, Афганистан, Афганистан, как Афганистан. Америка это не очень страны, Европа. то некому было бы толкать, все-таки раздражать. Каждый выполняет свою роль. Но вы считаете их негодяем? Они считают вас негодяем? Ну, скажем, как меня можно считать негодяем, если они принимают преступные решения даже в рамках действующего законодательства, убивают людей, пытают, воруют и тому подобное, разрушают жизнь людей. Это когда-то вы говорите общие вещи. Это всегда очень легко, когда ты попадешь, очень легко говорить, что люди пытались захватить полицию, захватывать власти. Вы пытаетесь обмечить и там стратегически говорят, вот, если нужно, там назаривают. Он создал преступные государства. Это безусловные факты, и вы сами этих фактов миллион без меня наберете. Это безусловно. Поэтому где белые, где черные, это все понимают. И он понимает, потому что он делает эти вещи сознательно. Он думает, что а он там его обманули. Нет. Ворует сознательно, дает команду убивать сознательно, людей за людей не считает сознательно, и он так в узком кругу все время, да мне на их мнение плевать, что такое народ, какая-то фигня какая-то. Понимаете, поэтому здесь белые и черные, его нельзя разбить. Сказать, что у него миссия какая-то и так далее. Какая миссия? Разрушить государство, бездолить людей или просто грабить других, делает нас соучастниками. Это, понимаете, однозначные вещи, здесь нельзя размывать. Когда ты там пытаешься это размыть, это попытка уйти от реальности. Мы поэтому отсталые, потому что мы терпимые, спокойно рассуждаем об шформахах, о родственниках, о близких, когда миллиарды украл, и восторгаемся Америкой, как же так они дожили, потому что они нетерпимы к этому. Люди в первую очередь нетерпимы. Понимаете? Америке тоже были годы такой коррупции, что они тоже не... Я сейчас вам скажу, да. Вот я вам ответил на вопрос, я вам ответил на вопрос, почему я вынужден такую жизнь вести. Это не я вынужден, это я хочу, меня к этому вынуждает. Практика. Убить пытались много раз. Ну, знаете, как... Это мгновенно... Территория устранить реально, а не могут, что ли? Вот прям на территории Франции воспитались? Смотрите, ну, во-первых, камеры, да. Это возможно? То есть, они посылали людей, вы считаете? Слушайте, я из этой команды людей прямо с ними разговаривал, которые в какой-то момент, ну, по разным своим причинам хотели получить вещи во Франции, еще хотели от меня какие-то деньги, поменять документы имя, фамилию, скрыться, и в обмен они мне рассказывали, ну, я, ну, чтобы не разводили, сказал, где я жил, где я был, они перечисляли парки, места, там, такие детали, которые только я знаю. То есть, вы живете сейчас в условиях конспирации? Конечно. И они все равно находят меня. Потому что здесь тоже есть люди, которые им помогают, подкупают, используют западную систему, которая, ну, типа, государство же обратилось, они не могут отказать, они их просьбы исполняют, понимаете? Это же государство, они даже их в сознание, вот этих чиновников не приходят, что это, ну, как генеральный прокурор, это криминалитет. А у вас нет какого-то все-таки чувства такой обреченности, понимания, что, может быть, так вы до конца жизни будете жить? Знаете, я вам так скажу, я могу ошибиться... Что вы встали в такую роль? У меня нет. Я для себя вот так понял, опять же, исправь многолетний. Я могу тактически ошибиться по срокам. Могу тактически ошибиться, там, какие-то моменты, нюансы, но стратегические ошибки я не делаю. Когда я говорю об этом режиме, его конец, это все понимают. Плюс-минус сроки, вот, например, январские события произошли, я все время говорил, что в диктаторских странах такие события всегда происходят неожиданно. Но для этого должны определенные условия сформироваться. Почему неожиданно? Потому что этот режим уничтожает возможность проявиться лидером открыто. Вот, говорит, нам лидеров не было. Откуда они появятся? Он голову поднимает, раз, его закрыли, раз оштрафовали, раз с работы уволили, он даже не успел свою программу и так далее заявить, уже нет лидера. Поэтому авторитарной стране лидеров не бывает. Они только за пределами страны, во-первых. Во-вторых, внутри страны все эти проблемы, они никуда не исчезают. Они просто блуждают, накапливаются, и когда какой-то повод возникает, все это взрывается. Поэтому я считаю, что стратегически все эти процессы неизбежны. Они неизбежны, этот режим падет. Другой вопрос, моя роль в этом. Я свою роль, я считаю, исполняю. Сознание, на сознании людей работаю. И, ну, я как любой человек верю, что наступит момент, именно при мне, при моем активном участии удастся сломать режим. я вот в этом живу с утра до вечера. Если бы я в это не верил, ну, как минимум последние пять лет, вы же видите, я суперактивный, да? А вы считаете, что казахстанцам это нужно? Вы смотрите, вы считаете нужно, казахстанцы хотят вот такого потрясения? Такое потрясение? Слушайте, весь мир через это прошел, все избавлялись от своих диктатур путем свержения. И Европа, та же самая Франция рубила королям головы. И любую страну, возьми Европы, все шли через такие потрясения. Потому что старая власть, имея в руках силу, она добровольную власть не отдавала и не отдаст. Их сносили. И в итоге, что? Европа это стабильное сообщество. Там 200-300 лет. Ну, да, как говорят наши власти, но это реально. Это год. То есть, мы должны согласиться, что там мы потеряем 10-20 лет. Так мы же 200-300 лет так же существуем как нации, как люди. Почему мы какую-то статистику странную привязываем? 200-300 лет Америка шла. Она тоже шла, тоже так же шла, как и мы. Вы живете сейчас с семьей или они? Нет. У меня семья живет отдельно. Жена живет у меня в Италии на такие определенные дни, праздники и все прочее. Мы все собираемся, встречаемся. И у них убежище там, у меня убежище здесь, дети лучше там. Ну и, во-первых, я в связи с тем, что в зоне риска, я уже один раз такую ошибку допустил, когда их похитили. Я также понимал, что будут нападать на меня и параллельно могут их убить. Поэтому так получилось в тот момент. Я к ним приехал, в пятницу вечером я приехал, в воскресенье вечером я уехал. Мне еще там одна родственница с нами жила. Она сказала, а что ты уезжаешь? Ты оставайся, здесь же никто тебя не увидит. Я говорю, знаешь, это тебе кажется. Они, говорю, через забор перелезут, 50 человек, и грохнут. Не только меня, и вас всех. Я уехал в воскресенье, а нападение на них совершилось во вторник, прям в один-в-один по этому сценарию. Более 50 полицейских через забор перелезли, крушили автоматами, стеклянные там витражи были, молча, без опознавательных знаков, просто ломали и врывались. Вы понимаете состояние, маленький ребенок и так далее. Поэтому я знаю поведение этого зверя. Понимаете? Я знаю, как он себя будет вести. На меня вот в Лондоне прямое покушение, вот я еду в машине, неожиданно машина начала сильно качаться. Ну, я был занят, там что-то на компьютере делал. У охранника впереди спрашивают, а что ты нас качаешь? Он говорит, на нас нападают. Я говорю, а кто? Посмотреть назад. Ну, я смотрю, машина, она первый удар нанесла, на машине 12 камер, со всех сторон камеры стоят. Бронированная машина они не учли. Там сидит молодой человек, лет 30-35, сложно сказать, но я его в упор видел. Я сижу на заднем сидении, бронированную, все вижу. Темные очки, темные волосы, ну, то ли чеченец, то ли албанец, ну, в общем, вот такое лицо. И уверенно разгоняется, бьет сзади еще. Там справа встречная полоса, на большой скорости мы ехали километров 100 в час. Второй удар, третий удар, и каждый его удар сопровождается, что разрушается его машина. Капот, потом в итоге, после третьего удара, капот вверх взлетел, и машина сама ушла влево. Вот. Это, знаете, проходит за секунды. Так люди и погибают, просто стреляют, вот как нюйцов и так далее. Это вот я вам один случай такой рассказываю, а таких случаев у меня было их немало, вот, когда снайпера они около дому посадили, но я бы его не нашел, меня, кстати, могли тогда и убить. Случайно мне просто один из приближенных Назарбаева позвонил и сказал, а тебя команда расстрелять, не едь в Москву, я был в Лондоне. Я в тот же вечер вылегал обратно. И бронированную машину купил, безопасную ссидел, и потом буквально после этого действительно машины начали стягиваться, мы начали за ними гоняться и обнаружили лежку снайпера. Вот. Все прям было приготовлено, классически там вокруг объект нашли, ФСБшники потом пришли и мне сказали, что да, там заказ людей мы этих выявили. Вот. И таких случаев у меня было много, понимаете. И здесь меня пытались похитить во Франции, не только в Париже, в других городах. они вычисляют, ну это же в принципе через IP можно вычислить. IP-адреса, я же прямые эфиры выхожу, они там выявляют, потом все равно родственники приезжают, за ними слежка, кто-то хвост привозит, вот так отслеживают. Поэтому я сейчас не могу жить в той ситуации, когда кто-то рядом со мной окажется и потом на них нападут, точнее, на меня нападут, а они пострадают. Вот я после этого момента окончательно принял решение, что мы должны вот в определенном дне встречаться, жить я буду отдельно. Потому что у меня, ну сейчас-то, и я для себя давно понял, как вы говорите, у кого какая своя миссия. Свою миссию я определил в тюрьме, когда на голодовке сидел, когда меня в карту загнали. Это для меня было окончательное понимание, что я должен делать. И как бы я не занимался крупным бизнесом, чем угодно, в какую бы зону риска не попадал, я знаю, что если я это не сделаю, это вот то, как у того художника, это его. Я должен это сделать. Сломать режим, построить крутую страну, это моя миссия. Можете так считать. Я не помогаю. Я не помогаю. Не, у меня нет сейчас активов, ничего средств нет, вообще нет, что вы знали. Мои средства, бизнес у меня в России был, просто украли, нагло переписали по поручению Путина. Просто нотариально переписали, и ты иди судить, что называется. В Казахстане у меня все конфисковали. В общем, все в виде актива у меня были, компании, бизнес на них был, они просто их захватили и переписали. И все. Поэтому... Это в одной стране, а деньги за рубежом. На что вы делаете? У меня, видите, мы живем очень скромно сейчас, на минимум буквально, какие-то... Вот откровенно скажу, меня сейчас поддерживают друзья какие-то, какие-то родственники, средства незначительные. Все мои активы, которые деньги были, просто, особенно, пока я сидел в тюрьме, они все раздолбали, присвоили, захватили. Поэтому я живу без денег, просто при поддержке каких-то друзей, и так далее. На моей текущей жизни все. Нет ресурсов. Вести такую политическую деятельность трудно без денег? Конечно. Если бы у меня сейчас были те ресурсы, которые были до моего ареста, я... Сейчас обстановка уже такая, другая. За пять лет, которые я активно занимаюсь этой деятельностью, сознание людей сильно сдвинулось. Ну и тот факт, что... Ну представьте себе, где вы вообще видите в Белоруссии или в России, где вы такое видели, чтобы люди вышли, кроме того, что Шалкир, говорили, парламентская республика, на Жихицын. То есть они говорят о всей системе. Ни одно государство, где вот такие протесты были, ни одно такое не озвучило. Никто не может одновременно в 70 населенных пунктах или в 9 крупнейших городах страны выйти и озвучивать одни и те же лозунги, если у них сознание не диктует этим слова. Они же не говорят, вот вышли из Казганя, да, было зарплатно поднимите, Казахмаз там еще что-то, вот, газ елю, сказали там. Но был момент, но реально стало доминировано. Почему? Потому что сознание людей изменилось. Я сейчас вижу, что для того, чтобы власть сменить, ну требуется там максимум, уже я даже на счеты сделал, честно говоря, 20 миллионов долларов требуется, чтобы где-то максимум за 9 месяцев, 12 месяцев полностью сменить этот режим. Я расчеты сделал, то есть я, это математические расчеты. Скажите, а вот вы сказали, родственники помогают. Среди этих родственников есть Храпунов, бывший Аким Ауман? Нет. Он же ваш родственник? Ну, он не прямой же родственник, я и когда говорю родственники, такие прямые родственники. Храпуновы, они живут тоже достаточно скромно, и все эти... Они входят в список самых богатых людей, специальных. Это наши... Да, это вранье, слушайте, какое... Вы даже посмотрите, понимаете, нужно просто уметь анализировать. Вот сегодня у вас, по-моему, или у кого-то я увидел, что А, Храпуновых там арестовывает земель и участки, когда он был Акимом. Он Акимом был, по-моему, в 2005, в 2006 году, в ИКО, да? И что, через 15-16 лет они решили его участки арестовать? Ну, наверное, они были бесходные, стояли, никому до них дела не было. Да, и тут вдруг вспомнили через 15 лет, а в Купе сначала там про Назарбаев что-то написали, вернули 200 с чем-то миллиард тенге, и тут вспомнили про Храпунова. У него нет денег. Понимаете? Нет, у Храпуновы есть деньги. То есть это в открытых данных, это в чесарской прессе было. Да, это ерунда. Что вы говорите, хочешь ли царской правительства? Я же знаю, как они живут, у них нет денег. Если бы у них деньги были бы, они, наверное, меня финансировали. Я знаю, что у них денег нет и даже не обращаюсь, потому что знаю, что у них денег нет. Их запинали в судебный процесс. Они выиграли около 20 судебных процессов в Америке по всему миру. И же пытались же привлечь, когда он был Акимом Алматы в 2004 году. Вы вдумайтесь, через 15 лет против человека затевают судебные процессы. Где вы видели судебные процессы против Акижана Кожигель за рубежом, против Бергея Раскалеева. Вообще, кто уехал, считается, как вы говорите, политическим противником. Вы можете сказать? Или вы думаете, что там, а, против них у них ничего нет? Абвунов – политический противник. Нет, он не политический противник. Я политический противник. А он-то просто не был. Да, они к нему ездили в 2010 году этот Циркач, Канат, как его, ну, он к нему ездил, уговаривал, давай ты разведись с Лейлой, давай мы тебе там должность дадим, я приехал к тебе поручением от Шепа. Причем тут Лейла? Почему разведись с Лейлой? Ну, Лейла, потому что сын Лейлы женат на дочери Мухтарова. ну, он не Харкунова сын, да? Да, разорвать отношения все, потом таким образом ослабить, репутацию подорвать, сказать, что вот я настоящий, они предатели, вот, они приезжали, его уговаривали, Машкевич, Фатах, вот вся эта группа, Али Кибер-Видимов, они же общались, и кто же приезжали, убеждали, угрожали, потом, вы знаете, дом же его заснят, Тимура Кулибаева в Швейцарии, ну, это я снимал с вертолета, с самолета, и вот они, а он, ну, два года, что ли, был Ильясу, зятю моему, они посчитали, что он там все организовал, я там судебный процесс организовал в Швейцарии, арестовал более 600 миллионов долларов денег Тимура Кулибаева, и они, значит, начали подозревать, что оказывается, это Ильясу это делает, ходили там, нападали, угрожали Храпунову, это был 10-11 год, он в 7-м году уехал, то есть все эти годы о нем не вспоминали, а после того, как они поняли, что попытка его уговорить перейти на их сторону безуспешна, они возбудили уголовные дела, иски в 2015 году вытащили и в 16-м году, по Алматы, когда он там 11 лет назад до этого был мэром города Алматы, типа, иски вытащили, а 10 лет молчали, когда он в 7-м году уехал, через там 7-8 лет только вспомнили, почему? Мотив же должен быть, а мотив очень простой, потому что он не пошел на сговор с ними, не пошел, не разорвал отношения, все уголовные дела, вот эти пиары и так далее, когда было расключено, может в 7-м году, может в 5-м, может в 6-м, когда он действительно был министром и кем-то, нет, не было, через многие-многие годы, через 8-7 лет, после того, как вообще он уехал из страны, любой разумный человек должен сложить эти факты и сказать, ага, понятно, все это время, когда он был при власти, даже ушел год-два. хорошо, я поняла я поняла ваш ответ, в общем-то, вы уже полно ответили. То есть, я вам ответил по поводу себя, по поводу жалею-не жалею, даже я жалел бы, я бы ничего не мог изменить, потому что, что называется, каждый раз я бы возвращался к этому, потому что это, ну, противоречит. это характер. Ну, можно так сказать. Вот, ну, теперь смотрите, вы говорите по поводу моей подозрительности и тому подобное. Ну, я вам, я же механизм знаю, как это работает. Вы же знаете, я создавал газеты, телевидение имел, знаю очень хорошо механизм, когда какие-то события происходят, я их даже в рамках этого механизма могу анализировать. Случай с вами очень просто. В январе месяце, я, по-моему, проехался, вы же знаете, публично, когда, Ахтауские были события, там люди кричали шалкир. Ваша уорда, так называемая, как она у вас называлась, уорда чего-то, не помню. Уорда. Да, ну, в общем, короче говоря, вы тогда написали, что я занимаюсь монтажом, что они кричат не шалкир, а елю, газ елю. Это мне надо, надо было там корреспондент. Ну, ваш корреспондент на УЗИ не один был, и один конспондент. И вот я вам скажу так, когда люди кричали. Мы там намеренно ничего не делали, не мотив. Да, ну, вы выдали. То есть, у вас у нас не было цели там что-то делать. Это часто бывает, может быть, мы кого-то процитировали? Нет, вы прямо заявили, я могу, кстати, найти, я найду, январь. Видите меня, пожалуйста. И тогда ваше издание заявило, что я занимаюсь манипуляцией и подделкой, что на самом деле, что... Я найду. Что на самом деле... В январе мы работали очень много, не знаю, что-то пришло, это ваше издание. А, в Актобе вы говорите? Нет, в Актобе у нас не было, у нас был человек в Ахтау. Ахтау, в Ахтау. Но она делала репортажи, что там было все очень интеллигентно, но там были таблички Шалкет. Да, но ваше издание... И появили лозунги Шалкет. Но не так, а потом раз, уже не появились. Ваше издание объявило, что люди не кричат Шалкет, а кричат Газ и Елю. Я вам пришлю. Видео, мы посылаем журналистам, мы ему доверяемся, он на месте, мы своим журналистам доверяем. Но мы давали репортажи, что там и таблички были Шалкет. Потом, да, потом, когда стало очень много, но вначале вы отрицали. Это у меня было. Может быть, журналист что-то не видел? Ну, вначале отрицали, да? Может, журналист ошибся? Не было у нас там никакого плана, понимаете? Смотрите дальше, Гульнар. Я же выводы делаю на основе просто фактов определенных. Теперь, смотрите, по поводу контакта со мной. Я знаю, как этот механизм работает. Чтобы со мной кому-то взять интервью, ну, во всяком случае, известными казахстанным структурам, они всегда это получают как машку. Ну, как вы знаете, мы не получили, это было, кстати, вот мы с Архатом обсуждали спикеров, у кого брали интервью. Это даже мы сейчас уже не для интервью. Значит, вы получили. Теперь я вам просто другой пример привяжу. У кого это отмашку брать? У кого? Я даже не знаю, у кого ее брать. У меня нет куратого, у которого я беру отмашку. Но потом бывает, я, например, сейчас, да, мы будем монтировать, там, вы много чего наговорили, но я не знаю, я вам просто факты буду просто приводить, как исследовать, знать механизм, не просто отрицать, говорить, что я один белый пальто. Я смотрю на эти детали и выстраиваю логику, и она подтверждается реальностью. Как Дуванов меня убеждал, что вот, слушай, я могу убедить Ертезбаева, давай с ним дебат устроить. Я Дуванову говорю, Сергей, я эту машину очень хорошо знаю, и Ертезбаев лично хорошо знает. Он, вот, куда-то посмотреть, Дуниц, что-то сказать, никогда не скажет, пока там сверху не согласует. Ну, я просто знаю уже, эту машину его лично знает. Да нет, у него с такими плохие отношения. Я говорю, Серега, ну, не надо мне голову оборачивать. Ты вот предлагаешь дебат и скажи, да. Ясно, что он от Назарбаева получил отмашку. Нет, он не был. Он не оппозиционер, но Ертезбаев, он не будет по каждому интервью, у вас конспирология, не будет он по каждому своему интервью согласовывать с кем-то. Ертезбаев не будет. В прямом эфире, Куляр, и в прямом эфире Ертезбаев это подтвердил. Что он прям, в смысле, что он? Был накануне главы государства, он мне сказал, поговорили, ну, просто я вам дословно сейчас не скажу, но то, что он встречался с Назарбаевым, и получил отмашку, из этого интервью можно было. Ну, у него доступ на высоком этапе. опроверг, он просто сразу Дуванова проверил. я, вот видишь, я же тебе говорю, говорю. Потом вы его, ну, знаете же, Ертезбаев, соловей режима. Режима. в смысле, у вас прошли дебаты? У меня с ним прошли дебаты. А чем? Ну, от того, что он получил отмашку, и что вам? Хуже от этого, что ли? Не. Вы же с ним провели дебаты. Да, они думали, что он соловей, и он сейчас меня там порвет. Ну, и как бы выяснил, что это не так. Я понимал, что это не будет так. Ну, я просто не вижу его. Он соловей, когда один поет. Понимаете? А на самом деле, просто ворона. Вот. Так вот, я вам просто говорю, что я просто знаю механизм. Если до вас вдруг вот это еще не сработало, значит, сработает. Я бы не хотела. С учетом того, что за мной действительно слежка, они сейчас знают, где я живу. Они все это знают. И человека убить, кстати, непросто. Потому что исполнители, они же тоже жить хотят. камеры, полиция, там масса всего. Поэтому человека за рубежом еще сложнее убить. Можно, но сложно. Тем более, я здесь... Ну, Мухтар, все-таки, даже если принять ваш вес, что там они все вот такие отмороженные убийцы, им так легко доказать, но они же тоже понимают, что это будет расследование, если выйдут на них, это будут санкции, это будет скандал между народом. Конечно, да. Поэтому я не представляю, чтобы все это было так просто. Да, давайте мы сейчас, а то у нас сейчас придет зум. Хорошо. Давайте его завершающий, да. Скажите, ну вот, вы знаете, это такое... А, нет, нет, скажите, скажите, ну, в принципе, я думаю, уже наступляемся. мы об этом уже как-то это затрагивали, что жить для политика вне страны очень долго, да, что, ну, невозможно не потерять нить, да, не потерять связь. Это раз. Два, вот вас часто еще упрекают там, что вы выводите людей сами, будучи в безопасности. То есть, политик, он должен быть в стране. И да, вот даже то, что вы процитировали и в нашего спецвыпуска про первого президента, да, о том, что в своей стране все другое и что, ну, как бы это вот высшее счастье это жить в своей стране. А когда ты живешь за рубежом много лет и, в принципе, перспектива, она неясная, может быть, ты уже и там же доживешь до конца своих дней. Это трагедия такая личная? В общем, будет, короче, очень много всего произнесли, которое все спорное, да, что вот у себя в стране там, кто это. Это из серии тех заблуждений, когда люди жили, не видели ничего, кроме своего аула. Как там говорится, я не воспроизвижу там до конца смысл этого поговорки, но в том смысле, лучше, чем с султаном быть за рубежом, лучше быть у себя в стране там, как вот, дословно, ну, еще 10, стелькой об обуви, типа стелькой. Лучше быть в Галии первым, чем Риме, вторым, есть все такое. Ну, типа, вот, когда сказать, типа стелькой готов лишь бы на своей, во своей стране, это все ерунда, это философия рабов. как это иметь, ты хочешь быть свободным человеком, а если ты, я же не добровольно уехал из своей страны, они меня преследуют и так далее, теперь, если у меня нет выхода быть политиком, вы говорите, должен быть в стране, да, но если страна сразу сажает в тюрьму или убивает, как я там буду? Ну, поэтому я вынужден в этом формате. А когда мне говорят, что ты людей выводишь, ну, во-первых, я вывожу тех людей, которые со мной разделяют будущее нашей страны, недовольны в существующем положении дел, я никого не заставляю, денег никому не плачу. Это их выбор. Я собираю таких же людей, которые думают, как и я. Это же добровольные, правильный выход. Они могут не выйти, они знают, что у них будут репрессии. Это их выбор. Это их, по поводу политиков, то, что внутри страны и то, что людей выводишь, людей выводишь на... Да. Смотрите, во-первых, это сторонники, я никого не заставляю. Это выбор людей. Во-вторых, ко мне этот упрек не относится. Почему? Потому что я тот человек, который внутри страны открыто все делал, сидел в тюрьме, создавал политическое движение. И никто не может сказать, что типа, ты там сидишь в безопасности, а мы тут страдаем. Я все это проходил в больших многократных масштабах. Поэтому все эти упреки, они от тех людей, которые вообще ни в чем не участвуют, просто вот написали и сказали. Как там жена Невзорова очень хорошо сказала, вы там тявкаете, говорит, из-за рубежа, как тебе пишут. Она говорит, нет, мы за рубежом находимся, потому что мы внутри так натявкали, что нам пришлось бежать за рубеж. А не наоборот. Мы не за рубежом сидели и тявкали, а внутри страны. Нас начали мочить, и мы вынуждены были уехать. Поэтому никто не может упрекнуть меня, что я увожу людей, ничем не рискую, тем более, что это же открытые данные, что похитили мою семью, что на меня покушались в Лондоне, в уголовных делах возбуждены, в видеокаме, в видеокассеты все эти подтверждения есть, как-то ранили мою машину. Ну и там масса всего еще судья удивлялся. Поэтому это факт, и никто меня не может упрекнуть. Поэтому когда там акижанка Жигельдин говорит, например, я видел, смеялся, типа я не могу призывать людей выходить, потому что я сам в безопасности, ну как бы камешек в мою сторону. Ну это неудачный камень, скажем.